Лес это легкие наши планеты, а эти люди следят за их здоровьем и чистотой. Работников нелегкого труда встречают в хрустальном зале правительства области. Многие не один десяток лет отдали брянскому лесу. Вы, преданные своему делу люди, профессионально выполняете свой служебный долг. Вы бережно сохраняете историю лесного дела и с поколения в поколение передаете трудовые традиции. Вам не безразлична судьба лесной отрасли, которая является важнейшим сектором экономики не только нашего региона, но и России в целом. Наши леса это уникальный природный комплекс, щедро одаренный богатейшей флорой и фауной. Ведь не даром говорят брянские леса, Россия краса. Шумил сурово брянский лес. Эти строки напомнили гостям встречи. И, как отметил глава региона, лес, конечно же, защитник нашей экологии. Но 70 лет назад он защищал нашу землю от захватчиков. Наши леса служили защитным рубежом на пути захватчиков, приходивших в Россию с запада. Суровый брянский лес стал надежным щитом для партизан в годы Великой Отечественной войны. А сегодня брянский лес это удивительный природный массив, кладезь природных богатств со своими особенностями и заповедными тайнами. Сохранить и приумножить такую задачу сейчас ставит губернатор перед работниками леса. А это более миллиона гектаров. Эти богатства, кстати, приносят немалый доход в бюджет. Лесное хозяйство региона имеет повредительную динамику по всем показателям. В течение последних трех лет идет увеличение поступлений денежных средств в бюджеты различных уровней от использования лесов. Рост в 2016 году по отношению к предыдущему составляет 16%. На 1 сентября текущего года в бюджет всех уровней уже направлено более 116 миллионов рублей. Отметили на встрече и заслуги ветеранов, которые сейчас передают опыт молодому поколению. И что касается молодежи, здесь стоит задача привлекать в лесное хозяйство новые кадры. С этой целью мы проводим ряд акций. В частности, буквально недавно мы проводили шахматный турнир «Брянский лес». Готовим проведение мероприятия непосредственно народных художников России. Выставка международная в Карачеве пройдет, посвященная 50-летию дендралия, которая там существует. В общем, делается все, чтобы повысить престиж профессии. К примеру, ставшие традиционными соревнования лесоруб. В этом году турнир прошел в Дядьковском районе. А лучшие вальщики леса защищали честь области уже на всероссийских соревнованиях в Карелии. Наши лесорубы стали вторыми по ЦФО, отметили на встрече. Также приятная часть торжества – награждения. Лучшие работники отрасли получили грамоты и напутствие от руководства региона. Андрей Мамошин, Владимир Шалободов. События. Брянск.